Где же ты, подружка, яблоко моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Советские песни под стук киянки во дворе на Попово 88 никого не смущают. Все соседи хорошо знают Михаила Авдеева. Уже 45 лет он вырезает фигурки из спиленных деревьев в окрестностях Ленинского района. В этот раз решил сделать Деда Мороза и Снегурочку. В первую очередь для детей, которых так любят. Вот они когда здесь играют, и я ухожу на улицу, они кричат, дядя Миша, вышел, бежите сюда. И они кучей ко мне. И с удовольствием наблюдают, как я работаю. Увлечение к резьбе по дереву появилось на заводе, где он работал слесарем-ремонтником. Местного художника-оформителя уволили за драку. И место отдали Михаилу Авдееву, который как раз неплохо рисовал. Позже еще стал помогать столерам. Так и пристрастился оживлять дерево. Особенно вырезать животных. Больше всего народному умельцу нравятся тезки-мишки. Однажды была передача по телевизору. Целая серия про сурикатов. И я внимательно посмотрел и просто в них влюбился. И решил вырезать часть. Также можно увидеть вырезанную змею, обезьяну, белочку, павлина и даже панд. Одной из главных работ можно считать лисицу и ворону с сыром из басни Крылова. Михаил Авдеев очень любит русскую литературу. Что можно заметить не только по фигурам, но и по рисункам. К примеру, на бойлерной он изобразил Руслана и Людмилу. А месяц назад разукрасил арку. Тут оказывается, получается, четыре обособленной площади. Я подумал, ага, четыре площади и есть четыре времени года. И решил, как бы это совместить. Самой символичной стала зима. Ведь Михаил Авдеев изобразил село Вяткино в Усть-Пристонском районе. Именно там он вырос. В общей сложности на работу ушло около месяца. Общая длина всех картин составляет примерно 15 метров. Арка уже стала местным арт-объектом, привлекающим внимание прохожих. Можно я вас сниму? Во! Здорово! Очень-очень красиво вообще. Вот это вот очень красиво. Дяде Миши 86 лет. За время жизни в доме на Попово он создал десятки фигурок и картин. Пока здоровье будет позволять, народный умелец и дальше продолжит радовать прохожих и соседей. Даню Кузнецов. День с толком. День с толком.